Российские военные ударили ракетой по селу Гроза в Украине. Путин выступил на Валдайском форуме. Расходы госбюджета на силовиков растут, а россияне все меньше смотрят телевизор. Это Анастасия Брюханова и новости в объективе. Обсудим главное, что произошло в России и мире к этому часу. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, а я начинаю. Вчера Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. Оно находится в Купинском районе, примерно в 20 километрах от линии фронта. Ракета попала по зданию продуктового магазина и кафе. Погибло более 50 человек, среди них ребенок. Всего в селе проживало 330 человек. По информации главы МВД Украины, в момент удара в кафе проходили поминки военного, на которые пришли люди со всей округи. Владимир Зеленский уже назвал случившееся сознательным терактом. Этот удар, вероятно, самый смертоносный за всю войну, если считать единичные удары. По предварительным данным, вооруженные силы России применили ракетный комплекс «Искандер». Российская Миноборона пока не комментировала обстрел Грозы. В Харьковской области объявили трехдневный траур по погибшему. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осудил обстрел. Но он заявил, что нападение на гражданское население в Украине должно быть немедленно прекращено. Вчера Путин выступил на Валдайском форуме. Говорил он много, рассуждал об Украине, о подлинном суверенитете России, коварном Западе, обо всем, к чему мы уже и так привыкли. Но были в его речи и действительно интересные тезисы. Например, Путин заявил, что война в Украине оказывается вовсе не территориальный конфликт. Это борьба за новое мироустройство. Ведь Россия – самая большая страна в мире, больше территорий ей не нужно. Так что каких-либо территориальных претензий к Украине у нее нет. Мысль, конечно, странная. Непонятно только, как в эту картину вписывается аннексия четырех украинских областей год назад. Также Путин обесценил еще одну формулу своей собственной пропаганды. Что Украина или Запад якобы угрожали существованию России. Готовились на нее напасть, и именно поэтому он напал первым. Вчера Путин заявил, что нет такой ситуации, при которой что-то бы угрожало существованию российской государственности. Ведь Россия – на минуточку крупнейшая ядерная держава в мире. Кто вообще осмеялся бы на нее напасть? Еще президент пролил свет на гибель Пригожина. По его словам, в телах погибших обнаружили осколки ручных гранат. Президент также намекнул на то, что глава Вагнера и его товарищи могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Путин объявил, что при обыске в одной из пригожинских компаний ФСБ обнаружило пять килограмм локаина. Короче говоря, Путин пытается подвести к мысли, что это Пригожин и команда перебрали и баловались гранатой. Никакого, мол, внешнего воздействия на самолет не было. Путин также заявил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла 1900 бронемашин. Вроде бы большое число. Но еще в сентябре Путин утверждал, что в УСУ потеряли аж 18 тысяч бронемашин. Получается, вернул украинцам почти 16 тысяч. Ну и Владимир Владимирович не был бы собой, если бы не нашел время поговорить о делах давно минувших дней. Так, согласно Путину, после распада СССР не было смысла оставлять войска в Восточной Европе. Видите ли, народы этих стран не хотели видеть у себя чужих солдат. Хочет ли видеть у себя российскую армию украинский народ? Это от внимания Путина ускользает. Были, конечно, в речах Путина и тревожные моменты. Касались они ядерных испытаний. Так, по мысли Путина, РФ может отозвать свою подпись под договором 1996 года о запрещении ядерных испытаний. Видите ли, раз США его не ратифицировали, то и мы не хотим его выполнять. Да что там, Россия уже успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем. Тут надо сказать, что по данным независимой группы Nuclear Threat Initiative, между 2017 и 2019 годом Россия и правда провела 13 пробных запусков «Буревестника». Но все они закончились неудачей, некоторые даже с человеческими жертвами. Эксперты предупреждают, что ядерный двигатель в случае аварии может привести к катастрофе, даже если сама ракета не несет ядерных боеголов. Но вернемся к Путину. Он порадовал нас и новыми перлами. По поводу заявления главы Евросовета о том, что Россия якобы предала Армению. Он выдал «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала». Ну и немножечко кринжа о представителе российской власти. Вчера вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поделилась подробностями формирования украинского бюджета. И тут, как говорится, без комментариев. Это надо просто услышать. Наши бойцы, освобождая Светогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания «Кока-Кола». Все меньше россиян смотрят телевизор. Доля граждан, которые отказались от ТВ, выросла с 2018 года более чем в два раза. С 13 до 31%. Об этом заявил директор в ЦОМ Валерий Федоров. При этом число пользователей интернета растет. Впрочем, по словам Федорова, россияне все еще склонны обращаться к федеральным телеканалам в сложные времена, когда появляется много сомнительных, как он выразился, источников информации. Видимо, тренд на отказ от телевизора почувствовали и власти. По информации изданий агентства, они стали активнее блокировать VPN-сервисы. Россияне жалуются на блокировки вдвое чаще, чем на прошлой неделе. Проблемы есть в 20 регионах, в том числе в Москве и Питере. Сложности возникли у пользователей сервисов, работающих на протоколе WireGuard. Одном из самых распространенных. Как считают эксперты, все это похоже на проверку возможностей Роскомнадзора по блокировке VPN. При этом пока блокировки продолжаются не дольше суток. В клиниках Москвы возникли проблемы с поставками тройной вакцины от кори, краснухи и свинки. По словам специалистов, сейчас с аналогичными сложностями сталкиваются и другие регионы. Поставки обещают наладить к ноябрю. Правительство планирует увеличить финансирование Росгвардии и ФСИН. В ближайшие три года их бюджеты вырастут почти на 30%. Это следует из законопроекта о госбюджете. Сейчас государство в год тратит примерно по 300 миллиардов рублей на каждое из этих ведомств. Повышение расходов на тюремщиков объясняют тем, что аннексированных территориях надо строить новые СИЗО и колонии. В пояснительной записке к законопроекту указано, что ФСИН потратит на это более 6,5 миллиардов рублей. В планах создать на юго-востоке Украины аж 28 исправительных учреждений, то есть по 5-6 на каждый оккупированный регион. Впрочем, в полной мере рост у бюджета тюремщиков это не объясняет, ведь припавка составляет не 6 миллиардов, а сразу 103. Таким образом, в следующем году ФСИН получит почти 400 миллиардов. И это несмотря на то, что количество заключенных вообще-то сокращается. Этому, к тому же, и способствовала вербовка зэков, тоже чувака Вагнера или отряда вроде Штормзэ. Росгвардия, как уже было сказано, тоже богатеет. Одним из поводов для этого стал неудавшийся бунт Пригожина. Пусть Золотов и его ведомство в подавлении мятежа и не участвовали, но наградил президент именно их. Так, например, Золотов попросил Путина о тяжелой технике, и президент пошел ему навстречу. Алексей Навальный и другие политзаключенные призвали к символической однодневной голодовке. Она пройдет в День памяти жертв политических репрессий 30 октября. В акции примут участие Владимир Кармурзам, Вадим Астанин, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Илья Яшин. Они пригласили поучаствовать в акции всех желающих, чтобы тем самым выродить поддержку осужденным по политическим статьям. В городе Южный Соколинск ввели режим чрезвычайной ситуации. Этой ночью там прошел тайфун. Из-за большого количества осадков многие районы города затопило. Пострадали также частные и многоквартирные дома. Более двух тысяч местных жителей остались без электричества. Позавчера калужские учителя поздравили с днем рождения Владимира Путина. Хотя, говорят, заранее не поздравляют. Казалось бы, ничего необычного. Российская власть любит использовать бюджетников для имитации всенародной поддержки. Вот только на плакатах с поздравлениями вместо портрета Владимира Владимировича красовалось лицо Степана Бандера. А все это проделка белорусского пранкера Владислава Бохана. Он не первый раз троллит российских бюджетников. То убеждает агитировать за себя, как за кандидата на выборах. То устроит акцию, где учителя выступают под лозунгами времен нацистской Германии. Свою деятельность пранкер называет перформативным искусством и реалистичным абсуртизмом. Произошедшее в очередной раз доказывает, у Путина и его самозазвенной борьбы с нацизмом в Украине нет народной поддержки. Кто такой Бандера? Как он выглядит? Причем тут Путин и как он выглядит сам. Когда у них там всех дни рождения? Никто не разбирается. Российские бюджетники просто привыкли получать указания сверху и выполнять их, не углубляясь в детали для галочки, лишь бы от них отстали. Но даже в таких условиях не все учителя готовы идти на компромисс с властью. Журналисты издания «Сирена» подсчитали, что как минимум 53 преподавателя из российских школ и вузов столкнулись с административным или уголовным преследованием после начала войны. Как правило, им ввиняют дела о фейках и дискредитации армии. Некоторые антивоенные заявления педагоги делали прямо на своих лекциях. В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Награду присудили норвежскому писателю и драматургу Юну Фоссе за новаторские пьесы и прозу, выразившие невыразимое. По мнению Шведской Академии, творчество Фосса похоже на меркавки, но в повседневных жизненных ситуациях. В свои 64 года автор является одним из самых известных норвежских драматургов. Сам Фоссе признается, что готовился к этой новости последние 10 лет. Также писатель поделился, что планирует отметить премию вкусным ужином с семьей. Другой лауреат Нобелевки по физике Ференс Краус заявил, что пожертвует премию на помощь украинским школьникам. Нобелевская премия по физике в этом году составляет около миллиона долларов. Впрочем, лауреатами в этом году стали трое ученых, так что эта сумма была разделена между ними. Свою часть Краус направит инициативе Science for People. Она занимается восстановлением украинских школ. Вот такие новости к данному часу. Не забывайте, что у нас еще выходят выпуски с аналитикой от российских и зарубежных изданий. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!